Несколько мудрых советов от величайших философов, чтобы когда-либо сесть и подумать. Никто никогда не входит в одну и ту же реку дважды, потому что это не одна и та же река, и он не один и тот же человек. Гераклит жил около 500 года до нашей эры в Эфесе. Мудрец готов использовать все ситуации и ничего не тратить впустую. Это называется воплощением света. Лао Цзи жил около 600 года до нашей эры в Китае. Самый могущественный тот, кто сам в своей власти. Синека, философ-стоик, жил в Риме. Страдания существует. Сиддхартха Гаутама жил около 500 года до нашей эры на равнине Ганга, современная Индия. Неисследованная жизнь не стоит того, чтобы жить. Сократ жил в Афинах около 450 года до нашей эры. Поставить усилия выше награды можно назвать любовью. Конфуций жил в Китае около 500 года до нашей эры. Жизнь зарабатывания денег – это жизнь, проводимая под принуждением. И богатство, очевидно, не является благом, которое мы ищем, ибо оно просто полезно ради чего-то другого. Аристотель жил в Древней Греции около 300 года до нашей эры. Когда вы вдохновлены какой-то великой целью, каким-то экстраординарным проектом, все ваши мысли разрывают свои узы. Патанджали жил в Индии около 100 года до нашей эры. Богатство, требуемое природой, ограничено, и его легко приобрести. Но богатство, требуемое тщеславными идеалами, простирается до бесконечности. Эпикур жил в Древней Греции около 300 года до нашей эры. Счастье обитает не во владениях и не в золоте, счастье обитает в душе. Демокрит жил около 400 года до нашей эры в Греции. Успех имеет тенденцию создавать гордость и слепоту в сердцах людей, в то время как страдания учит их быть терпеливыми и сильными. Ксенофонд жил около 390 года до нашей эры в Греции. Жизнь – это раскрытие. И чем дальше мы путешествуем, тем больше истины мы можем понять. Гепатия Александрийская жила около 400 года до нашей эры в Александрии и Египет. Важно не то, что с тобой происходит, а то, как ты на это реагируешь. Эпиктет жил около 100 года до нашей эры в современной Турции. Древняя философия очаровывает нас тысячи лет спустя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok